Добрый день! Мне соседи подарили вот такой кабачок. С дачи привезли. Жарить его уже даже на сухой сковородке бесполезно. Он очень уже толстокожий, с семечками. Поэтому буду делать оладья. Буду использовать еще белки от яиц. Можно обычные брать. У меня вот уже в бутылочках. Чеснок. Пару перчиков чили. Он не очень острый. Ну и конечно отруби овсяные. Вместо муки. Для начала чистим кабачок. И прокручиваем через мясорубку его мякоть. Ну семечки конечно мы отложим в сторону. Все, кабачки я почистил. Шкура очень толстая. Замучился ножом срезать. Но ничего, справился. Так, с перчиков тоже попки срезал. Чеснок почистил. Все подготовил. Теперь на мясорубке все это прокручиваем. Перец, чеснок и кабачок. Так, я прокрутил кабачки. С перцем и чесноком. Давайте переложим, чтобы взвесить. Так, восемьсот тридцать грамм. На восемьсот тридцать грамм добавляем белка. Сколько? Ну вот шестьдесят грамм. Шестьдесят грамм это два яйца. Два белка, ну белки от двух яиц. Так, добавим отруби. Ну я думаю, грамм сто, наверное. Сот девяносто, надо, чтобы девятьсот девяносто было, да? Так, все, сто грамм отруби. Ну соль перец, само собой. Все, замешиваем и оставляем на полчасика. Потом будем выпекать. Солить, перчить не забудьте. Нет, перчить я не буду точно. У меня тут два перца чили. И так будет очень острый. Только подсолю и все. И на полчаса оставляю под крышкой. Так, все, за полчаса у меня все настоялось, набухло. Вот такая консистенция. Так, сковородку я раскалил. Естественно, пустую, без всякого масла готовим. Можно водичку подлить, смотрите сами, чтобы не прилипало. Кстати, я добавил сюда еще два белка. То есть четыре белка у меня ушло на этот вес кабачков. Теперь просто, как обычные оладушки. Большого размера делать не будем, иначе потом сложно переворачивать будет. Можно даже еще поменьше, особенно первую партию. Вот так выкладываем. Слишком тонкие тоже не надо делать. А то будут рваться при перевертывании. Ну, в самый раз. Все, и первую сторону я готовлю под крышкой. Все, ждем несколько минут. Так, спустя четыре минуты решил перевернуть. О, нормально. Ну, остальными делаем то же самое. Все, спустя минут сорок все оладушки я приготовил. Вот такие они получились. Кстати, я там немножечко попробовал. Очень острые получились. Чили оказался прям ядреным. Хотя до этого я его салат добавлял, был сладенький. А тут попались, видать, некоторые очень дерзкие. Ну, тем не менее, вот такие оладушки можно есть на первый, второй или третий прием пищи. В качестве овощей. Ну, их должно быть не более половины на всей тарелке. Можно утром есть там три-четыре оладушки. Ну, грамм сто пятьдесят в общей сложности надо взвесить их. С добавлением какого-нибудь греческого йогурта, да, вместо сметаны. И все, запросто. Отличный завтрак с добавлением орехов, предположим. И маленького кусочка сыра. Всем приятного аппетита. Готовьте такие оладья. Вместо кабачков используйте другие овощи. Всем пока и удачи.